Великий и Могучий подготовил новое испытание для российских 11-классников в этом учебном году. Кроме привычного ЕГЭ по русскому языку, им придется писать еще и выпускное сочинение. Решение принято на федеральном уровне. На подготовку остается три месяца. Но педагоги уверяют, ничего сверхъестественного, кроме знаний школьной программы, выпускникам не понадобится. Радости, конечно, нет от этого, но будем готовиться, мы не боимся. Какую книгу читаешь? А сейчас мы проходим... А прочитать, похоже, придется все, и кратким содержанием не обойтись. Грамотно изложить свои мысли по прочитанным произведениям, проанализировать, сделать выводы. Таким видит сочинение в новой форме в Министерстве образования. Ребята получат в день экзамена конкретные темы по пяти направлениям. Далее, если те ребята, которые получили незачет, у них появляется еще два раза возможность, это в феврале, в апреле, мае, пересдать это сочинение, еще раз написать его. И таким образом получить допуск к итоговой государственной аттестации. Тех учеников, которые даже после двух переписываний не получат зачет, к ЕГЭ не допустят. Пока для подготовки к выпускному сочинению у 11-ти классников есть список литературы и пять тематических направлений. На какую именно тему придется сочинять, они узнают только в день экзамена. К тому же, для каждого часового пояса будет сформирован свой перечень тем. Выпускники второй гимназии уверены в своих силах. Я считаю, что даже тот, кто не читал, он по примерам, по тем, потому что говорит учитель русского языка, он уже запомнит. И, я думаю, не возникнет никаких трудностей, потому что готовит нас к этому очень хорошо. Марина Пралькова, хотя и учится в физико-математическом классе, читает много художественной литературы и не понимает своих сверстников, которые не любят это делать. Выпускное сочинение, конечно, еще одна стрессовая ситуация. Но современным людям необходимо уметь грамотно выражать свои мысли, а поучиться этому стоит у русских классиков. Когда в Европе признаны наши писатели, и когда спрашивают о любимых книгах европейских, и даже дизайнеров, кого угодно в журналах, всегда Булгаков, всегда Достоевский, всегда Толстой и так далее. И всегда даже поражаешься. Господи, я русская, и у меня любимые книги иностранные, а у них Булгаков и Толстой. С другой стороны, сочинение – еще один шанс получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Пока учителя готовят выпускников практически вслепую, критерии оценки будут разработаны к началу октября, обещали в Министерстве образования. По русскому языку забот прибавилось, и по математике наоборот, для кого-то убавилось ЕГЭ, поэтому предмету можно будет сдавать по выбору. На базовом уровне для тех, кому результаты не нужны для поступления в ВУЗ, и на профильном – для физиков и математиков. Такие преобразования пойдут на пользу ученикам, да и учителям тоже считают участники инициативной группы. Татьяна Трофимова, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.